почему сожительство грех если мы любим друг друга этот вопрос поступил на портал экзегет где мы отвечаем на ваши вопросы дорогие друзья если вы любите друг друга по-настоящему то зачем вы себя сдерживаете когда я например люблю телефон и мне нравится там последний модель телефона то я ее берегу я боюсь ее уронить я боюсь этот телефон дать в руки другого человека а то причине что я люблю этот аппарат если вы любите свою девушку и боитесь ее потерять и хотите что она была всегда с вами так скрепите себя узами навеки вечные так что если вы по-настоящему бы любили друг друга то давно уже вступили в брак до чтобы человека связать и привязать к себе узми брака вот видите меня свидетельство уз брачных я уже не свой чей я я женатой я принадлежу своей жене и остальные женщины для меня умерли и моя жена рада тому что я так считаю что я один для нее и больше никаких женщин нету тут получается что вы узми брака себя связывать не хотите сожительствуйте завтра вы расстанетесь потом будете с другой сожительствовать как вообще потом можно верить как в принципе вам можно доверить хоть какое-либо дело даже гражданское если вы вот так живете но отдельно хочу заметить что бывает когда люди сожительствуют они собираются вступать в брак в будущем и они говорят да мы хотим просто нас не хватает денег или еще что-либо хочу заметить что конечно для человека который не признает авторитет господу бога который не считает священное писание божественным откровением конечно для него мой ответ ничего не значит но если у вас в жизни все-таки господь бог есть то нужно доверять господу богу который сказал что будут это грех и сказано священное писание не обманывайте себя никакой блудник царство божье наследует господу богу угодно чтобы отношения были законные сказано священное писание брак законные ложе не скверно если вы заботите о своих душах а не только о своих хотелках в том числе и плотки тогда конечно нужно душу ставить выше есть такие слова у царя соломона начало премудрости страх господен когда люди откровенно разрушают закон божий блудят не боятся пасть в ад то значит нет страха божия это значит глупость глупость потому что начало премудрости как сказал царь соломон страх господен советую все таки помнить что господь бог может не только на царство божие но может и в ад отправить и не нужно думать что господь бог не сможет это сделать об этом священное писание написано многократно если человек осознанно идет против господа бога не боится его по сути не хочет быть с ним как это человека спасешь как можно спасти человека который тонет но при этом не кричит спасите помогите не верит никаких спасателей а даже если спасать и подплывает он начинает с ним драться и отпихивается ну как его спасешь никак внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео